Следственный комитет России подтвердил основную версию причины катастрофы АН-148 авиакомпании «Саратовские линии» в Подмосковье. К гибели людей привела критическая ошибка экипажа. Выяснилось, что командир воздушного судна сознательно ввел самолет в пике, ориентируясь на неправильные показания датчиков. Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование, говорится в заявлении Следственного комитета. Помимо этого, летчики превысили угол наклона судна, поэтому самолет попросту потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения неверной действия экипажа, заключила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Эксперт уточнила, что эти данные были переданы главе ведомства Александру Бастрякину. В связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия и сроки проведения экспертиз было принято решение провести оперативное совещание на месте происшествия. Передает официальный сайт Следственного комитета России. Ранее знаменитый летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев назвал пилотов Ан-148 «Саратовских авиалиний» убийцами. Эксперт уверен, что экипаж самолета был плохо подготовлен, что привело к гибели людей. Напомним, что крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» произошло днем 11 февраля. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа.